Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. В итоге работы мобильной группы и деятельность студенческих отрядов в организациях Бреста причины несчастных случаев на производствах в Брестском горосполкоме прошло заседание комиссии по охране труда. Еще один повод продолжить разговор о нашем городе, как о мощном транспортном пункте. Тысячный ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае, отправился 15 ноября по маршруту Брест-Забайкальск. Туркменистан и Казахстан, Китай, Ирак и Ордания и Эфиопия, Нигерия, Молдова, Ливан. Порядка 800 студентов-иностранцев, обучающихся в вузах Бреста, отмечают в Беларуси Международный день студентов. Об этом и не только. Прямо сейчас. Детали и подробности всех несчастных случаев, которые произошли в этом году на производствах, обсудили накануне специалисты многих заинтересованных служб и ведомств. В рамках очередного заседания комиссии по охране труда, возглавляет которую первый заместитель председателя Брестского горосполкома Вадим Кравчук, на повестку дня было вынесено несколько вопросов. Участники встречи подвели итоги работы мобильной группы, деятельность студенческих отрядов в организациях Бреста, но в большей степени говорили о причинах несчастных случаев с тяжелым исходом. Производственные трагедии в этом году случились с 32 горожанами. Два человека погибло. В 2019-м фиксируется снижение несчастных случаев со смертельным исходом на 60%. Но за каждая цифра и человеческая жизнь. Разобрать, что называется, по полочкам каждый несчастный случай. Такую задачу поставил во главу угла первый заместитель председателя горосполкома, руководитель мобильной группы по охране труда Вадим Кравчук. Из 32 несчастных случаев, к сожалению, повторюсь, но 24 произошло именно по личной неосторожности. Это несоблюдение милитарных мер охраны труда, дисциплины, непосредственно неправильное поведение на своих рабочих местах именно по безопасности, по сохранению своего здоровья. 14 случаев из 32 произошли за пределами города Бреста, к сожалению, где мы не смогли бы повлиять на тот или иной процесс, но мы могли сработать на предупреждение и правильно провести инструктаж. Невнимательность, халатность, надежда на авось да пронесет. Цепочку причин травматизма можно перечислять долго. Если посмотреть на ситуацию в рамках отраслевого размера, то по количеству случаев травматизма на рабочих местах лидирует строительная отрасль, промышленность и транспорт. В этом году тоже тенденция есть. Это личная неосторожность пострадавших. То есть много случаев, где при передвижении по ровной поверхности оступился, упал, ноги, руки ломают, то есть получают, соответственно, тяжелые травмы. Ну и присутствует, конечно, отсутствие контроля со стороны должностных лиц, неповедение различных инструктажей. Есть и в Бресте предприятия, в которых настолько слажена и эффективно организована безопасность деятельности, что их можно смело ставить в пример. Такие наши промышленные гиганты, вот можно даже назвать, как Савушкин продукт привезти, Санта-Бреймар, Гефест хочется отметить, то там риски травмирования минимальны, потому что наниматель – это СООТ, она функционирует, то есть, соответственно, получается, что меры и со стороны должностных лиц контроля осуществляются, и поэтому риски минимальные получения травмирования. Работа мобильных групп и деятельность студенческих отрядов в организациях Бреста – эти темы также не остались без внимания. В текущем году было проведено 73 рейда, в рамках которых проверено 168 субъектов хозяйствования. По результатам мониторинга выявлено свыше 1300 нарушений по охране труда. В мобильную группу входят все заинтересованные службы – это МЧС, это санитарные службы, это инспекция по труду, промоатомнадзор, управление по труду и занятости, сотрудники прокуратуры и ряд других структурных подразделений, которые именно непосредственно смотрят охрану труда на наших предприятиях. Третьим вопросом мы рассмотрим работу студенческих отрядов. Очень хорошо в этом году мы сработали в этом направлении. Было создано 87 студенческих отрядов, где работало более тысячи ребят. Когда проводили мы мониторинг, были выявлены ряд нарушений именно трудовой дисциплины. Поэтому наша задача основная на сегодняшнем совещании – это выработать и сработать на предупреждение, чтобы в дальнейшем сохранить жизнь и здоровье наших горожан. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович и Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Тысячный ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае, отправился 15 ноября по маршруту Брест-Забайкальск. Знаменательное событие стало еще одним поводом продолжить разговор о нашем городе, как о мощном транспортном пункте. Здесь поезда переходят с широкой колеи на узкую, здесь завязано сообщение между Европой и Азией. Состав принадлежит предприятию «Трансконтейнер». Компания «Первой» организовала ускоренные контейнерные поезда для перевозок автокомплектующих из Европы в Россию и Китай, а также инициировала, разработала и внедрила перевозку контейнерных поездов по единой железнодорожной накладной. С оформлением одной транзитной декларации на целый поезд, что позволило значительно сократить продолжительность обработки таких поездов на пограничном переходе. Анастасия Наздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Сотрудничество компании «Трансконтейнер» с Белорусской железной дорогой отмечает определенный этап развития взаимоотношений. С Брестской площадки в Забайкальск накануне отправился тысячный поезд. Контейнерные поезда по данному маршруту курсируют в обоих направлениях. В основном совместным сервисом «Трансконтейнеры», «РЖД Логистики» и компанией «Фар Исланд Брайч» пользуются такие всемирно известные концерны, как «Вольво», «Фольксваген», «Даймлер Бенц». К слову, из 71 контейнера поезда «Тысячника» 48 заряжены автокомплектующими концерна «БМВ». В остальных изделия из черных металлов, оборудование, автозапчасти. Ускоренные контейнерные поезда курсируют по маршруту Бреста-Байкальск, начиная с октября 2011 года. В настоящее время регулярность этого сервиса составляет в среднем 3-4 поезда в неделю. Сроки доставки от польско-белорусской до российско-китайской границы 7-8 дней. Для сравнения, перевозки по этому маршруту одиночными или групповыми контейнерными отправками до организации услуги могли превышать 20 суток. Брест и его транспортная инфраструктура уже не один год активно используются для работы с грузами по маршруту Китай-Европа-Китай. Географическое месторасположение, материально-техническая база определили многое. Буквально несколько месяцев назад белорусская железная дорога завершила модернизацию контейнерного терминала станции «Брест-Северный». Реализация проекта была начата в 2018 году и проводилась в соответствии с республиканской программой развития логистической системы транзитного потенциала до 2020 года. Сегодня терминал «Брест-Северный» является наиболее крупной площадкой по переработке различных грузов в Республике Беларусь. На сегодняшний день альтернативы Бресту нет по развитию инфраструктуры как железнодорожной, так и пограничной, так и таможенной, особенно с польской стороны. Поэтому серьезная сейчас реконструкция польской стороны. Там с учетом Евросоюза идет несколько очень инвестиционных проектов. И только что была закончена реконструкция станции «Брест-Северный». Здесь контейнерная площадка новая, здесь новая предметная техника. И по заверению белорусской дороги это позволит емкость увеличить почти в два раза. Работа по совершенствованию базы будет продолжена. Время показывает, что перевозки посредством железной дороги остаются популярными у бизнес-структур, которые готовы платить за качественную и быструю доставку. Выгода использования, если брать непосредственно китайский рынок, это скорость доставки. Контейнерный поезд ускоренный из Китая до Беларуси проходит за 12-14 дней. Мы готовы обеспечить эту доставку. Если контейнер отправляется из Китая морем, это 45-60 суток. То самое главное, это скорость. В зависимости от груза мы готовы обеспечить поддержание необходимого температурного режима. Скорость доставки, его сохранность. То есть, если брать электронику, где мир очень сильно развивается, то скорость 10-15 суток, она очень конкурентоспособна по сравнению с 60 сутками, где уже продукция, может быть, устарела на рынке сбыт. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» на Бук ТВ. Говорим о главном. Создавать новое, сохраняя старое. Пожалуй, под таким девизом стартовал в Бресте четвертый международный архитектурный форум. Студенты из трех стран на протяжении недели разрабатывали концепцию целого квартала. В частности, здание бывшего консервного завода по улице Куйбышева. В каком новом образе может предстать перед горожанами центральная часть города, узнавала Мирослава Коваленко. 10 ноября в областном центре стартовал первый в Беларуси архитектурный международный форум. 56 студентов из Украины, России и ряда белорусских городов на протяжении недели будут трудиться над созданием абсолютно нового архитектурного пространства. Точнее, сделают первый шаг на пути ко второй жизни целого квартала, центром притяжения которого решили сделать бывший консервный завод. Кстати, его подвал и стал местом локации участников форума. Организаторы не ставили ребят в определенные рамки, лишь подсказали правильный вектор. Придумать что-то новое для этого места, воплотить, как бы внести в него какую-то жизнь и задать какую-то траекторию развития этого квартала. То есть можно брать не только саму территорию завода, можно помечтать и забрать там парковку, либо вот какую-то еще часть. То есть мы им даем полную волю, это не то что проект, который ограничен рамками денег или инвесторов, это больше на идею, на будущее, на какую-то перспективу работы. Уже в первые дни форума будущие архитекторы настроены решительно. На столе каждый из команд планы, карты местности и специальные программы в ноутбуках для визуализации. Мозговой штурм здесь дело привычное. Студентки Белорусского национального технического университета Дарья Евстратова и Арина Горбунович родом из Минска. Это помогает им в реализации намеченных планов. Девушки проводят аналогии подобных столичных кварталов и планируют адаптировать этот опыт к городу над Бугом. Мы можем анализировать какие-то минские примеры, типа Октябрьская 16 или Корпус. И как бы Брест он сам по себе отличается от Минской, данное место тоже отличается. То есть оно обладает не очень большой площадью по сравнению с Октябрьской, но мы это можем использовать. То есть мы можем это как-то не расширять, как целую улицу, как Ок-16, а все-таки работать в конкретной территории. Как-то возможно сделать что-то в высоту, то есть сделать несколько уровней. Это будет культурное пространство, которое будет соединять в себя разные функции, как образовательные, так и развлекательные. Это будет место, где люди смогут просто приходить, проводить время. Будущий архитектор из Бреста Филипп Трофимчук вместе со своей командой сразу начал с обсуждения плюсов и минусов квартала. А тот факт, что объект работы – старое здание бывшего консервного завода, ребята считают большой удачей. Это может быть его наоборот фишкой, то что оно является уже особенным, оно уже является историко-культурной ценностью города. И можно это сохранить и наоборот это приумножить, то есть чтобы оно было такое, ну и с индивидуальным подходом сделать. История этого здания действительно многогранна. Оно было построено в 1957 году. Изначально здесь располагалась артель инвалидов, которые первыми начали варить повидло в этих стенах. Далее – винно-соковый завод, который позже переквалифицировался в консервный. В 2010-м здание опустело и имело совсем непрезентабельный вид. Но сегодня картина совсем иная. Более полутора тысяч квадратных метров площади здания бывшего консервного завода совсем скоро обретут новую жизнь. Здесь уже обновлена система кондиционирования, сделаны минимальные отделочные работы. И, кстати, сохранены аутентичные кирпичные стены, которые еще помнят запах легкого вина и маринованных огурцов. Кстати, собственники здания уверены – сносить такую архитектурную ценность – настоящее преступление. Снести старый, построить новый – это самый простой вариант и самый бюджетный. Намного интереснее сохранить. Мы любим и храним историю. На базе наших предприятий есть военно-исторический клуб «Брестская крепость». Сейчас готовится новый историко-культурный центр в городе. Мы занимаемся сохранением истории. Нам это интересно и кажется важным. Итоги архитектурного форума будут подведены 16 ноября. А самые лучшие проекты студентов будут приняты во внимание и, возможно, реализованы уже в будущем году. Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания «Бук-ТВ». О других событиях и мероприятиях. Безвизовый режим – тема, которая получила свою актуальность относительно недавно. Однако популярность такой процедуры очевидна. Все больше иностранцев приезжают в Брест для того, чтобы открыть для себя наш регион и его инфраструктуру. Пользуются популярностью безвизовый режим и у спортсменов. С помощью упрощенного механизма они с удовольствием приезжают в областной центр на тренировки, учебно-методические сборы, соревнования. Причем на месте получают полный комплекс услуг. Какие спортивные учреждения сегодня активно используют безвизовый режим и граждане каких стран приезжают регулярно в областной центр, расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Соревнования – волнительное, одновременно насыщенное время для спортсменов. Каждый старается показать свои силы, способности и все то, что было наработано вместе с тренером. Уже не один год Дворец водных видов спорта принимает на своих площадках мероприятия разного формата – от турниров до учебно-методических сборов. Сюда приезжают, потому что знают о хорошо укомплектованной материально-технической базе и качественном обслуживании. Польская команда «Барракуда» приехала в Брест по безвизовому режиму на соревнования. На границе нет машин. С нашей стороны, с польской, также не было проблем, ибо мы ехали на соревнования, и был включен зеленый свет для детей и как для тренера. Нас встретили прекрасно, приветливо на границе, оформили документы, и буквально они ожидали, что так быстро приедем в Брест, ибо граница с Брестом буквально в нескольких километрах. С введением указа президента на территории Бреста безвизового режима жизнь закипела в спортивном учреждении еще больше. На водную гладь стали все чаще выходить спортсмены из Европы. Для них это доступная во всех смыслах площадка. Ведь не выходя из комплекса, турист получает весь спектр услуг. Гостиница «Аква-отель» почти на 80 мест с номерами различной комплектации, а также кафе, где для спортсменов готовят вкусную и полезную пищу. Мы с удовольствием начали приглашать спортсменов, которые могли бы приезжать в город Брест, используя безвизовый порядок въезда. В нашем центре проводится достаточно большое количество международных соревнований, турниров по различным видам спорта. Поэтому безвизовые туристы для нас это прекрасная возможность остаться здесь уже более чем на 10 дней. С ноября был подписан указ о том, что на 15 дней может остановиться безвизовый турист, что позволит провести полноценный учебно-тренировочный сбор, либо приехать до какого-то определенного старта и поучаствовать в соревнованиях, используя этот порядок въезда. Спортивный туризм за последние несколько лет вышел на новый уровень. Если раньше о нем только говорили, то теперь отдельные проекты получают реальное воплощение. Продолжается работа по оздоровлению граждан, тренируются белорусские спортсмены, совершенствуются взаимодействие с зарубежными клиентами. И безвизовый режим сыграл в этом не последнюю роль. Как само понимание, сам спортивный туризм, в городе Бресте мы на него делаем очень большой акцент. В связи с тем, что наши спортивные базы, скажем так, одни из лучших в Европе, то они очень большим способом пользуются для проведения учебно-тренировочных сборов. Смены и тренера, которые приезжают к нам именно на наш дворец военных видов спорта, они удивлены именно той инфраструктурой, которая существует. На такой спортивной базе даже спортсмены Израиля говорят, что это редкость очень большая даже для их спортивных объектов. Завершились одни соревнования, а дворец водных видов спорта уже готовится к воплощению новых проектов. А что из этого получится, покажет время. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Дворец Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Ежегодно в Беларуси рождается около 4,5 тысяч недоношенных детей. Их вес не достигает даже полутора килограмм. Жизнь этих крох напрямую зависит от того, насколько быстро и правильно им окажут помощь. В Брестской областной детской больнице научились выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. 17 ноября врачи детских реанимаций для новорожденных будут принимать поздравления от благодарных родителей своих пациентов. Накануне брестские мастерицы из клуба «28 петель» навестили недоношенных малышей в областной детской больнице и сделали им подарки, в каждом из которых скрывается свой определенный смысл. Подробности в материале Мирослава Коваленко. Изначально девочка из Минска Вера Фролова, воодушевившись примером Казахстана, она создала Беларусь. И вот филиал уже «Любовь Соболь» открыла здесь у нас. И как бы в принципе, не знаю как Оресе, я в принципе сначала в создании в Бресте. Просто хотелось быть полезной, вот чем-то помогать. И как бы я могу вязать, и почему бы не помочь тем малышам, которым на самом деле нужна наша помощь. Кстати, все подарки несут в себе потаенный смысл. Вязаные шапочки, кофты и шерсти недоношенным малышам одевают на голое тело. Колкость материала создает эффект массажа, оказывая согревающее и тонизирующее действие. А также не дает крепко уснуть, что помогает деткам не забывать сделать вдох. Ведь часто из-за незрелости внутренних органов у малышей происходит остановка дыхания. Игрушки-осьминожки со спиралевидными щупальцами вкладывают в руку ребенка. Эта форма напоминает пуповину и способствует успокоению крохи. Конечно, все мамы пришли в восторг от таких подарков. И, конечно, внимание рукодельниц. Подарки всегда приятны. В любом случае, даже несмотря на то, что мы находимся, допустим, на данный момент в больнице, и хочется домой. Но подарки приятны. Я думаю, и дети не осознала, но будут рады. А что подарили? И нужно ли это, как считаете, малышам? В любом случае. Ну, конечно, шапочки, носочки. Зима начинается. Это как бы такой, наш недоношенный ребенок еще родился маленьким весом. Пока будем одевать это. Мы контактируем с клубом «28 петель» дружим уже в течение почти двух лет. Они нам очень помогают. Они приносят нам вязаные вещи для малышей. И это очень здорово, потому что эти вещи, помимо терапевтического эффекта, они переносят еще и просто тепло женских рук. А вот малыши наши все получают при переводе из реанимации к нам в подарок комплект из вязаной шапочки, носочков и жилеточки. Отделение для недоношенных детей работает на базе Брестской областной детской больницы с 1983 года. За 12 месяцев здесь в среднем проходит лечение около 500 маленьких пациентов, которые имеют нарушение перинатального периода и врожденные пороки развития. Попадают сюда и недоношенные дети. А это 37% от общего числа всех поступающих. В последнее время тенденция такова, что у нас увеличилось количество недоношенных малышей, которые рождаются с весом менее 2 килограмм. И за эти месяцы, прошедшие 2019 года, мы выписали уже 75 таких малышей. В отделении работает сплоченная команда, накоплен огромный опыт работы с такими крохотными пациентами. Вместе с внедрением новых технологий, вот этот накопленный огромный опыт помогает нам сделать так, чтобы исход у наших деток был самый благоприятный и осложнение недоношенности, которое возникает за счет того, что ребеночек рождается очень маленьким и незрелым, со всеми незрелыми внутренними органами, чтобы исход был как можно более благоприятный. Самый маленький пациент, который поступал в это отделение, имел вес всего 880 грамм. И благодаря специалистам детской больницы получил вторую жизнь. Этот аппарат для поддержания жизнедеятельности ребенка называется Кювес и напоминает организм мамы. Здесь недоношенные детки содержатся при определенной температуре и влажности. Например, этот малыш родился с весом килограмм 300 и сможет выписаться только при весе 2,5 килограмма. А случится это не раньше, чем через два месяца. Большая проблема в этом отделении – нехватка мест для дневного пребывания мам со своими недоношенными малышами. Свободные 10 коек предоставляются только иногородним женщинам. А брещанки вынуждены буквально жить несколько месяцев в комнате для кормления. Поэтому мы с большой надеждой ждем строительства нового корпуса для того, чтобы всех малышей обеспечить присутствие родной мамы рядышком с первого дня перевода к нам в отделе. Благодаря золотым рукам врачей детской областной больницы, любви мам и вниманию феешек из клуба 28 петель, эти недоношенные малыши уже через несколько месяцев ничем не будут отличаться от своих сверстников. О пребывании в отделении не останется ни одного воспоминания, кроме записи в амбулаторной карте и вязаной одежды и игрушек. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ. Высшее образование в двух университетах Бреста сегодня получают граждане более чем из 20 стран – Туркменистана и Казахстана, Китая и Ирака, Иордании и Эфиопии, Нигерии, Молдовы, Ливана. Всего 800 иностранцев. Когда получат диплом, большинство, конечно, уедут работать на родину. Но есть и те студенты-иностранцы, которые за период обучения полюбили Белоруссии и Брест и рассчитывают найти работу в наших краях. В преддверии Международного дня студента, который мировая общественность отмечает 17 ноября, наши корреспонденты решили пообщаться тет-а-тет с молодыми людьми, которые прилетели в Брест за тысячи километров, чтобы получить белорусское образование. Назвать самые востребованные студентами-иностранцами специальности, пожалуй, невозможно. Филология, строительство, иностранные языки, биология. Им интересны многие дисциплины. В Брестском государственном университете имени Пушкина сегодня обучаются свыше 600 молодых людей. Студент четвертого курса Баймырад Баймырадов прилетел в Брест из далекого Туркменистана, чтобы получить диплом географа. Говорит, качество брестского образования смог оценить еще на первом курсе. У нас в стране на самом деле очень ценится белорусское образование. Сегодня Брест я выбрал, потому что у меня знакомые тут учились, и в том числе моя родная сестра тут училась. Она посоветовала поступать именно сюда. И я приехал, и я не жалею о том, что я сюда приехал. Буквально через полгода Баймырад получит диплом, но обучение в Бресте продолжит. В планах магистратура хочет вернуться на родину высококвалифицированным специалистом. А вот его приятель Ягмур Ахмальдеев пока на втором курсе, но уже очень увлечен биологией. После получения высшего образования молодой человек хочет сразу вернуться на родину, в Туркменистан, и с приобретенным багажом знаний заниматься научной деятельностью. Говорит, в Туркменистане к выпускникам белорусских университетов относятся с большим уважением. Я решил поступать в Брест, потому что Брест находится в центре Европы. Айлар Гадекова – билингв. Девушка знает три языка – русский, английский и свой родной, туркменский. Всегда хотела стать переводчиком. Мечта постепенно сбывается. В Брестском университете имени Пушкина понять ментальность белорусов ей не составило труда. У девушки не только славянская внешность, но и русская душа. Отец Айлар – наш земляк. В будущем, так как я поступила на переводчика, я планирую работать в какой-то большой организации, международной желательно, и работать с какими-нибудь серьезными проектами по поводу перевода всяких важных государственных или частных лиц. Хорошо успевающие студенты-иностранцы имеют право, так же, как и наши белорусские студенты, претендовать на снижение оплаты. До 40% у нас есть студенты, которые получают снижение оплаты за обучение. Строительные и инженерные специальности в последние годы в Брестском государственном техническом университете очень развились, а потому неудивительно, почему учреждения замечают за рубежом и проявляют интерес. Сегодня здесь обучаются порядка 200 иностранцев из 21 страны – Казахстана, Азербайджана, Египта, Иордании, Ирака и Нигерии, Молдовы и Эфиопии. Преобладают студенты из Туркменистана и Китая. Что происходит с теми студентами, которые получили образование, уехали домой, и какова их судьба. Поэтому мы поддерживаем связи с определенным количеством людей. И отзывы о том, что с нашим дипломом он является востребованным специалистом, нам о чем-то говорят. Аль-Дурая Ферас приехал за белорусским образованием в Брест из Ирака. Выбрал строительный факультет, но зацепил молодого человека белорусский национальный колорит. Темнокожий парень знает наизусть многие белорусские песни. А еще привлек климат. В Бресте тепло, причем во всех отношениях. Люди в Белоруссии очень добрые, очень хорошие. Им интересно общаться с иностранными студентами и с иностранными людьми. Им это хорошо. Это тоже хорошо, что у людей интересно с тобой общаться. Поэтому для человека не будет скучно в жизни. Можно где-то человек ждет, и с ними люди познакомятся, улыбаются и разговаривают, спрашивают им что-то интересное знать. Надо признать, в последние годы в Брест приезжает все больше студентов из-за рубежа. На стажировки прибывают к нам даже из Америки, Швейцарии и Испании. Правда, пока это единичные случаи. Привлекает деловая репутация, уровень подготовки и, конечно, доброжелательные отношения. Конечно, рано говорить о интернациональности в учебных заведениях, но, судя по невидимым нитям дружбы между государствами и студентами, все возможно. Такого стремительного, с ранними белыми заморозками, с ярким преображением природы. Это совсем другая, волшебная пора. Последний дерзкий, ликующий всплеск перед лицом надвигающейся холодной поры. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 17 ноября погоду Беларуси будет определять западная периферия антициклона. В Бресте ожидается преобладание облачной погоды, без существенных осадков. В утренние часы туман. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная. Ночью плюс 7-9. Максимально днем 10 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо расти. Днем существенно не изменится. 18 ноября погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплой воздушной массе. В Бресте в течение суток пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8-10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11. Ветер юго-восточный, умеренный. Продолжение следует...